Мини-футбольный контактор не входит в лидирующую группу Суперлиги Чемпионата Ульяновска. Однако неделю назад сотворил главную сенсацию второй половины сезона. Команда тренера Виталия Шарова обыграла Болгу Кайман, претендующую как минимум на серебро по итогам всего чемпионата. Уверенности сил, конечно же, прибавилось. Победу, конечно, мастер-витой командой обыгрывать всегда приятно, вдвойне приятно. Отдавались, наверное, даже на все 200%. Удалось забить первые мячи быстрые и удержать счет. После сенсационного успеха в игре с одним из фаворитов заводчанам достался дебютант Суперлиги Динамо 2. В своем первом сезоне в Суперлиге динамовцы бьются за право остаться в элитном дивизионе. Главный конкурент в этой борьбе Симкор отстает на 12 очков. С одной стороны, много. Ведь с победами в этом году у Симкора беда. Всего одна за 14 игр. Однако полной уверенности в том, что удастся остаться в Суперлиге у Динамо нет. Все равно остальные же не все сыграли игры. Всех в запасе по 4 игры считают. А у нас уже все закончилось. Сейчас посмотрим, как Симкор сыграет, ВРТ сыграет. Все возможно. Мы садимся и ждем свой шанс. Понятно? Петя. Понятно? Все, сам, никому ничего. Все, погнали. Давай, давай. Дима, давайте. Несмотря на статус фаворита, контактор решил сыграть от обороны. Именно такой тактикой неделю назад была бита «Волга». Однако Динамо оказалось не робко в десятка. На экваторе первого тайма Ромал Набиев с рикошетом доставил мяч в ворота контактора. Правда, не успели Динамо сетолком порадоваться, как Марс Кугубаев уравнял шансы соперников. И это был яростный штурм чужих ворот, а не контратака. После быстрого пропущенного мяча, ответного, мы чуть-чуть растерялись, стали бежать вперед, чтобы выйти вперед и чувствовать себя уверенно, играть от обороны, как мы привыкли играть в протяжении всего сезона. Но это не получилось, мы ушли вперед и вот контактор воспользовался этим. Пяти минут в концовке первого тайма хватило контактора, чтобы по сути решить исход матча в свою пользу. Забивали заводчане на любой вкус. Роскошную контратаку сотворили Андрею Санцев и Владимир Мальгин, который после паса партнера забивал практически в пустые ворота. А затем снова блеснул Марс Кугубаев. Только на сей раз он оригинально ассистировал Александру Рухову после розыгрыша Штрафнова. И, наконец, Владимир Мальгин ударом с дабл-пенальти установил счет первой половины. 4-1 в пользу контактора. Второй тайм начался с быстрого гола динамовцев. Андрей Трошин замкнул прострел партнеров. Казалось, что после такого стремительного начала игра пойдет результативнее. Однако оставшиеся 24 минуты обошлись без голов. Хотя моментов для взятия ворот было предостаточно. Контактор обстучал все штанги. А динамовцы так и не смогли переиграть голки перозаводчан Дмитрия Тагашова, который на последнем рубеже порой крутился как белка в колесе, но свою команду выручил. 4-2. Контактор побеждает и выходит на пятое место в турнире на таблице. Я думаю, уверенно победили в этой игре. Потому что были моменты, просто не хватило где-то реализации. Фарта маленькая. Отбили все штанги. В целом 13-й тур чемпионата Ульяновска в Суперлиге обошелся без сюрпризов. Если, конечно, не считать суперволевой победы Воги над Симкором. По ходу первого тайма волжане уступали 1-3, но после перерыва забили 3 безответных гола. Причем победный за авторством Ивана Кузнецова на последней минуте. Да еще и в меньшинстве. За две желтые карточки был удален голкипер Кайманов Дмитрий Красильников. Авангард без своего забедного форварда Кирилла Селезнева дал бой Симбирску, но все же уступил 2-4. С таким же счетом погода в доме проиграла Кристаллу, хотя забила 1-й. А лидер чемпионата Мобирейт очень уверенно разобрался с вертером. 11-4. 5 мячей на счету Юрия Абдулхакова. Правда, такой результативности Абдулхаков в этом чемпионате не чистит, поэтому с 11 мячами даже не входит пятерку лучших бомбардиров. Ее по-прежнему возглавляет партнер Абдулхакова по Мобирейту Вячеслав Прибылов. Далее Андрей Манышев из Симбирска и замыкает тройку лидеров Виктор Злыдрев из Мобирейта. Результативная игра Прибылова и Злыдрева-старшего определяет уверенное лидерство Мобирейта в турнирной таблице. Чтобы остаться недосягаемой команде в четырех заключительных играх сезона, достаточно одержать три победы. А вот идущие следом Симбирск и Волга пока не гарантировали себе место даже в тройке. Погода хоть и отстала, но ненамного. 13-й тур оказался роковым для Вертера. Уступив Мобирейту, команда официально распрощалась с шансами на сохранение прописки в Суперлиге. Подобная участь грозит через пару туров и Симкору. Чтобы остаться в Суперлиге, шансы у команды теперь только теоретические. На практике же следующий 14-й тур состоится 18 февраля. Центральная встреча игрового дня – Симбирск против Волги. Фактически это серебряная битва сезона. В первом круге горожане были сильнее – 4-3. Теперь они либо подтвердят свой класс, либо волжане возьмут реванш. Третьего, скорее всего, не дано. Вряд ли команды будут играть на ничью. Редактор субтитров А.Семкин